Всем привет! В этом видео я расскажу о внутренних настройках в Procreate, изменив которые прямо сейчас вы сможете получить максимальную отдачу от этой графической программы. Но первое, о чем мы поговорим, это функция двойного касания Apple Pencil'а и как ее можно прокачать в Procreate. Причем эта функция имеется именно в стилусе второго поколения. Этот жест работает только на плоской поверхности этого стилуса. Итак, если мы перейдем в настройки самого планшета во вкладку Apple Pencil, то увидим здесь некоторые возможности и информацию. Здесь отображается процент заряда самого стилуса. Также наглядно показан жест двойного касания, где именно нужно касаться, чтобы он сработал. И дальше идут перечисления доступных жестов для этого двойного касания. По умолчанию всегда стоит пункт переключения текущий инструмент ластик. Можно посмотреть, как это работает в самом Procreate. Вы можете видеть, как сменяется, например, обычная кисть на ластик. Или даже если мы выберем какую-то вкладку и снова два раза тапнем по стилусу, то вновь вернемся к ластику. Кстати, если захотите посмотреть, как я рисовала эту картинку, то ссылку на SpeedPaint я оставлю в описании. Вернемся в настройки. Следующий доступный пункт – это переключение текущего инструмента на прошлый. И также есть возможность отображения палитры цветов, что тоже очень занимательно. Если вы очень много рисуете и вам часто нужна палитра, то данная возможность может помочь сэкономить немного времени. Но если вам только мешают все эти возможности, то вы всегда можете в настройках отключить их полностью. Также вы можете активировать пункт «Рисование только Apple Pencil». Планшет сможет отследить, если вы касаетесь экрана пальцами, то будет активироваться только прокрутка и рисовать вы сможете только с помощью стилуса. Вернемся в Procreate. Вторая полезная настройка – это включение быстрого в меню в Procreate и его гибкое настраивание под себя. Уверена, многие о быстром меню или Quick Menu даже и не слышали. Как вы можете видеть, здесь доступны следующие действия. Новый слой. Отразить по горизонтали. Копировать. Объединить с нижним слоем. Очистить слой. Отразить по вертикали. И включить это меню возможно следующим образом. Перейдите в действия во вкладку «Настройки». Выберем пункт «Управление жестами». У нас появляются всевозможные настройки, но нам надо выбрать вкладку «Квик меню». Заходим в него и видим множество пунктов. Но все они означают лишь одно – каким образом можно запустить это самое Quick Menu. Почитайте и выберите, какой именно пункт для вас будет самым удобным. Для себя я выбрала нажатие кнопки квадратика, располагающегося посередине между ползунками изменения размера кисти и ее прозрачности. Вот эта кнопка. Итак, активировав Quick Menu, вы можете теперь не только пользоваться этими быстрыми кнопками, но также настроить каждую отдельно. Просто нажмите и удерживайте на любой кнопке, и появится список, где вы сможете задать определенное действие. Но и это еще не все. Если вы нажмете на среднюю кнопку, то вы сможете сюда добавить еще дополнительные менюшки, которые также сможете настроить под себя. А если менюшка не нужна, то просто смахните на ней влево, и сможете ее удалить. Третья полезная настройка – это правка уже нарисованной фигуры. Допустим, вы нарисовали на холсте какую-то линию, вам нужно ее подправить, а стирать ее вы совсем не хотите. Тогда вызываем возможность править фигуру. Включается эта возможность таким образом. Опять заходим в действие, пункт настройки, снова переходим к управлению жестами, и на этот раз выбираем Quick Shape. Здесь снова открываются всевозможные варианты, каким образом выбирать меню правки фигуры. Я для себя выбрала касание четырьмя пальцами. Кстати, возьмите на заметку, очень важно, чтобы эти жесты не повторялись и для других операций, иначе возникнет путаница. Но не переживайте, этот момент мы разберем чуть позже. Итак, вновь рисуем фигуру, нажимаем на холсте четырьмя пальцами и подправляем нарисованное так, как вам нужно. Четвертая фишка заключается в быстром поиске слоя, на котором есть какой-то элемент. Эта функция подойдет, если иллюстрация содержит в себе много слоев. Допустим, вы заметили, что случайно поставили, так сказать, кляксу на каком-то из слоев. И искать, на каком именно, очень неудобно и долго. Мы вновь идем по тому же пути. Действия, настройки, управление жестами и здесь выбираем уже пункт выбор слоя. Но перед этим я покажу, что происходит, если какой-то жест уже занят. Допустим, я хочу назначить долгое касание на выбор слоев, но я знаю, что оно активировано у пипетки. Вернемся в выбор слоя и будем внимательно смотреть на пункт пипетка. Что же произойдет, если я активирую ползунок? Вы заметили предупреждающий значок? Да, он появляется тогда, когда в определенном меню этот жест занят. При этом у пипетки он снялся и теперь он принадлежит выбору слоя. Вернемся к изображению и просто удержим именно пальцем в том месте, где вы что-то хотите убрать. Я нажму на кляксу. При долгом удерживании у меня стали подсвечиваться все слои, которые находятся под пальцем. Я вижу, где именно располагается клякса. Могу даже быстро перейти в этот слой путем передвигания на него пальцем и убрать ненужный мне элемент. Пятая важная настройка касается сетки и ее возможностей. Наверняка вы знаете, как она включается, но я повторю. Заходим в действие, вкладка холст и активируем направляющие. Мы видим, как активировалась наша сетка на холсте. Далее для ее настройки заходим в пункт править направляющую. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что вы всегда можете поменять цвет этой сетки на более подходящий по вашему мнению. А также можете настроить прозрачность сетки, толщину ее линий и шаг сетки. Сейчас она измеряется в пикселях, но если мы тапнем на значение, то появится вот такое выплывающее меню, где сможем указать отображение в миллиметрах, в сантиметрах, дюймах, пикселях. И конечно, можем точно настроить благодаря цифровому воду любое значение. Шестой настройкой я обозначу, пожалуй, два известных момента и они лежат на поверхности, но эта информация скорее для новичков. Первое, это смена цвета интерфейса на светлый или темный. Стоит отметить, что речь идет не только о комфортном использовании программы. Цвет фона может влиять на общее цветовое впечатление и ощущение. Так, на темном фоне цвета кажутся более яркими, и эти же цвета на светлом фоне видятся более блеклыми. И вторая фишка здесь, это смена местоположения панельки с размером кисти и прозрачностью. Можно оставить слева, как сейчас, или переместить на правую сторону. Седьмая полезная настройка касается палитры, а если быть точнее, мы можем перемещать ее в любое место экрана. Для этого откроем палитру и здесь сверху увидим темно-серую черту. Если за нее потянем, палитра отсоединится от своего привычного места расположения. И здесь также мы можем наблюдать кнопки для смены вида палитры, а если мы ее закроем, то она вновь окажется на своем родном месте. Восьмая настройка касается таймлапс видео. Оказывается, его можно настроить. Выходим в галерею Procreate, нажимаем на этот плюс, а затем на эту кнопку создания нового холста. Да, здесь вы можете задать размеры для будущего изображения, но нас интересует вкладка таймлапс видео. Заходим в нее и видим, что мы можем менять разрешение вплоть до 4К, а также выставить необходимое качество. А эта любопытная кнопка означает формат видеосжатия и расшифровывается как высокоэффективный видеокодек. Идея этого сжатия предполагает уменьшать размер файла без потерь качества. Девятая настройка находится здесь же. Переходим в свойства холста и видим, что можем поменять цвет фона, который по умолчанию всегда белый. А также можем активировать кнопку фон скрыт, чтобы каждый раз наша новая работа начиналась без фона как такового. Что ж, на этом пока все. Очень надеюсь, что с данного видео вы подчеркнули для себя какие-то полезные моменты. Ну а теперь я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал. Пока-пока!